всем привет нашей зимней австралии у нас реально зима и очень холодно по утрам температура опускается до 5 градусов и да все мои орхидеи находятся на улице ну вот эта часть находится под крышей конечно здесь чувствуется немножечко тепло но она как тепло просто нету ветра вот она чувствуется тепло но все равно холодно температура одинаковая везде поэтому я не знаю как мои орхидеи выдерживают но приходится им конечно страдать бедненьким и это как вы видите мой цикнодос уже правда начинает закрывать первый цветочек я не успела снять очень холодно по утрам ну а вечером уже темнеет и снимать практически времени не остается растил он три цветоноса вот вы видите здесь был один из из вот этой стороны был один но что-то пошло не так и в общем он их засушил но открыл этот цветонос и вот смотрю еще продолжает растить я уже практически не поливаю можно сказать вообще не поливаю там у меня на заднем плане уже которые вообще не поливаются ну этот еще немножечко иногда получает какую-то чуть-чуть обрызгиваю ну как вы видите всегда бульбы очень плотные большие старую псевдобульбочку он здесь съел и вот три таких вот огромных морковки осталось они реально большие ну вот в этом году прям такая огромная получилось я сажаю обычно я не не выковыриваю не отрезаю никогда корни так вот способом перевалки наверное да называется и и просто засыпаю грунт все им нравится и растут прекрасно есть если обычно только вот я долгие играющие удобрения и хватает такой вот красивый очень люблю цикнодезы аромат обалденный ну и форма цветка просто просто восхитительная на мой взгляд моя ланточка продолжает цвести новенькая ну и так вот на заднем плане такая у меня цветущая полянка продолжает цветение персеволиана такая яркая у нее насыщенная губа стала супер как уже повторюсь у нас холодно и цветы держатся мне кажется как как заморозились они я сделала своей облагородила тилантиям такие маленькие вот домики купила и на мой взгляд они очень здорово смотрятся начинают цветение как-то у меня был один такой поход на выставке и вот я вот накупила разные тилантии в общем разнообразить немножечко это вот я вам покажу вот так вот у нас за одну ночь было холодно и сбросили бутончики это моя чокола дробь было у нее еще три завязи бутончиков но они за одну ночь вот так вот потемнели и все прямо у основания и сбросила она цветы холодно конечно холодно и возможности заносить туда и обратно все цветы нет такой возможности потому что ну и по времени не хватает и конечно таскать это все не получается ну в общем как вы уже поняли время цветения чокола дробь красивые прям такой вот цвет точно передает его очень часто используют во многих гибридизациях это аурантика на гутату чокола дробь и моя литерма мэр мэйд джанет так и продолжает цветение эти цветы просто вот заморозили здесь стоят водичка на них не капает они стоят под крышей и цветы вообще просто застыли не знаю уже какую неделю они цветут очень красиво это моя новая котлеанты у меня была раньше с розовой губой это ну так для коллекции да ну вот расцветают новые цветочки одна из моих новых орхидей ну пусть будет в коллекции так и продолжает цветение это котлея но уже конечно тоже портится которая передалась мне по наследству и кстати вот у меня открылась практически такая же самая это первое цветение этой орхидеи такие у нее здесь крапушки бархатистые красотка я наверное лет шесть уже назад или семь покупала маленькие маленькие все были растюшечки сеянцы это было данным давно ну вот по бирке можно судить что с ней стало и вот такая вот она должна была быть но гибрид черлин на ту блин сиам и вот она должна была быть более светлых тонах но мне было все равно когда вы собирала свою коллекцию но от распустилась она такой вот что-то между розовой и между бордовой ну это первое цветение цветок огромный тоже не такой конечно огромный как вот этот я кстати нашла название огромный прям такой ушастик называется rose whisper шепот розы как да наверно перевести можно но красивая но все равно такая вот эти разводы внутри очень красиво ну и полностью набрала цвет уже красотка ванда это бархатная губа она моя давняя обитательница моей коллекции очень она мне нравится цвет очень красивый и вот такое вот у нее название это гибрид ванды сырули сыруле и ману да ману вади ну и вот такая вот красотка получается продолжает тоже цветение дендробиум долго тоже держит они цветы солнышко встает у нас раннее утро ну вот 736 утра и вот вы видите девять и восемь 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 процентов влажности здесь повышенная так вот с утра что очень хорошо для орхидей ну в общем всем здесь нравится солнышко вот так вот уже встает и потихонечку потихонечку начинает обогревать мои орхидеи днем здесь температура поднимается до 28 наверно даже 29 было и я приоткрываю свою шторку я ее раньше как-то полностью открывала она сейчас решила что я не буду это делать так вот я приоткрываю наверно сына сантиметров 50 и все орхидеи находится в тепле здесь целый день температура бывает от 19 до 24 днем ну ну прохладненько зима все равно ветер холодный вот было 19 градусов и прям такой вот холодный ветер ощущается холод простая чая радиата красотка очень медленно распускает свои цветы но такая она изящная парусы такие и запах у него конечно очень стойкий такой уроженка мексики ну так вот разрослась когда-то мне давали кусочек ее и вот так вот она разрослась что у меня здесь еще ну вот такой вот маленький маленькая моя серно в этом году прям не нарадуюсь столько 123 здесь вот еще цветоносик прямо на радует и радует меня красотка маленькие цветочки маленький но такая как брошка ну вот маленькие но по сравнению ну я люблю миниатюрные орхидеи и конечно когда их когда уже такой вот кустик нарастает оно красиво это еще одна моя красотка гибрид ска ксенеи тоже вот два новеньких цветочка только открываются они прям такие темные этот уже долго цветет это только открывается и вот тут вот еще у меня два ярких таких маленьких цветочка сохранитесь аризона и это две коксинеи как две коксинеи коксинеи и решила достать бирку чтобы не ломать язык в общем гибрид между двумя коксинеями очень красивые цветочки это моя новенькая так вот уже она распустилась красиво когда у нее длинность свисающий такой цветонос но все равно красиво и моя африкана в этом году прям такой цветонос она растит и с другой стороны еще один есть очень красивые ну такой вот африканский да стиль жирафы и яркая ярко-желтая губа она еще открывает цветоносы очень много цветоносов я прям не нарадуюсь какой у меня нарастила цветонос так мы покажу название вот такое вот ну гибрид между двумя наверно выводят пол хотят какой-то цветочек или по форме другой ну они мне кажется все похожи африканы друг на друга красотки кстати у нас в это воскресенье сбор у меня дома по природным орхидеям первый раз ну в общем всех интерес всем интересно как я выращиваю все хотят прийти ко мне в гости ну в общем придет наш клуб и к нам в гости будем всех поить чаем и кофе ну и конечно вкусняшки ну вроде бы как я все показывала вот единственное что я еще хочу показать первый раз у меня расцвел этот дендробиум и я его покупала очень очень давно вот такие вот маленькие всегда бульбочки были это дендробиум hawaii спектакла и я честно говоря не ожидала что это все таки этот дендробиум потому что он вырастает должен вырастать большим но у меня растет в таком вот маленьком горшочки и он у меня не нарастил такие высокие псевдобульбы но все таки открылся по сорту я даже разговаривала о нем у кого я его купила и мне говорят ну не может быть потому что он должен быть большим ну вот такой вот у меня вот такие вот цветоносики и я конечно очень рада цветочки у него небольшие ну вот такие вот интересные ну распустилась пока я уже собираюсь ванда дениса него на я честно говоря когда я покупала у нее не было такая ярко расцветка я всегда хотела такую вот форму темную темную и белая серединка и вот она у меня в этом году распустилась не знаю или из-за того что она находится здесь под крышей и как бы тепло и уютно или солнышко ну в общем наверное что-то что-то зависит конечно все зависит для орхидей но я очень рада что у меня такая форма открылась прям такой правильный красивый плоский цветок и запах у нее обалденный это я вам такой маленький отрывочек радовалась не нарадовалась что мои фаленопсисы которые живут внутри то моя рабочая комната в общем я сегодня утром пришла и вот у меня тут поедено и тут было еще пять бутонов ну в общем не знаю кто это мне сделал я себе радовалась думала мне будет длинный цветонос ну в общем вот так вот это мои будни здесь проходят моя рабочая комната в общем такой небольшой обзор чем я занимаюсь да ну нечем заняться я думала буду заниматься только орхидеями и нашла себе такое занятие дома работать на свою голову ну в общем пожаловалась вам не знаю выживет этот кончик цветоноса нет ну вот так вот ну вот показывал вам спустя какое-то время какое-то время почти недели две прошло как я начала снимать и загрузилась полностью и вообще забыла что я должна доснять видео ну в общем показываю что цветонос засох и открыла всего три цветочка ну и уже и так хорошо да ну тут заодно покажу вот такие вот я купила себе две новинки мы как-то ездили магазин зачем-то не помню и вот так вот получилось что я нашла в садовом центре вот такую вот красоту мне очень как-то ну да ансизумная группа так себе но вот это вот так мне понравилось конечно такой большой такая звезда огроменная покажу название может быть кому-то интересно это что то на то два цветоноса постепенно 2 тоже открывается вот такое вот у нее название барасидиум брасси ансидиум ну понятно что тут ни один гибрид ни один кросс вернее ни одно скрещивание было произведено ну вот очень мне понравилась серединка ну и вот это вот яркая красотка я ее кстати тоже носила у нас было еще одно сбор у нас был четыре дня у нас огромная можно сказать как выставка была но это не выставка орхидеи это все для сада для огорода в общем огромное было и мы с нашим клубом потому что это было в нашей деревне так сказать в общем мы должны были сделать небольшой дисплей и вот это вот вот такой вот у нее название очень яркая нужно нам сделать было красоту ну и конечно же всем понравился наш дисплей ну и понравилась эта красавица она реально не они необычного цвета поэтому я ее и купила она вот так вот в маленьком горшочке растет но я вставлю небольшое видео я делала для своего instagram вставлю вам покажу наш небольшой дисплей который у нас получился и вот кстати я купила такую маленькую подвесную штучку нравится мне все эти и поставила здесь вот поставила все мои тиланси это кстати новенькая тоже ну так вот такую вот красоту создаю себе а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok